Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему создания сайта на гитхаб. Если вам нужен сайт, состоящий из ряда статических страниц, то гитхаб это лучшее решение. К статическим страницам можно отнести сайт-портфолио, сайт-визитка, каталог продукции и любые другие, содержащие в себе текст, теги, изображения и иные компоненты мультимедиа. Но прежде чем создавать сайт на гитхаб мы поговорим о его преимуществах. 1. Вам не потребуется покупать и ежегодно оплачивать домен. 2. Вам не потребуется вносить ежемесячный платеж на оплату хостинга. 3. Вы сможете сразу продемонстрировать свою работу клиентам. 4. Многие веб-разработчики и заказчики, которые не понаслышке знают о гитхаб, с уважением отнесутся к вам, увидев в конце популярное github.io. А теперь мы перейдем к созданию сайта на гитхаб. Этап 1. Создаем аккаунт. Попробуем создать сайт вместе. Переходим на сайт гитхаб. И в форме, состоящей из трех полей, вводим будущий юзернейм, емейл и пароль. Для этого я создам тестовый емейл, на который и будет создан этот аккаунт. Далее мы увидим страницу приветствия. Все необходимое уже будет стоять, достаточно просто нажать кнопку «Continue» для продолжения регистрации. На следующей странице расплакается небольшой опрос, но этот шаг можно пропустить, кликнув на «Skip this step». Не забудьте заклинуть на почту, там вас будет ждать письмо с просьбой верифицировать аккаунт. Это важно. Этап 2. Создаем репозиторий. После регистрации вы попадете на стартовую страницу. Чтобы начать проект, необходимо кликнуть на «Start a project» и вас сразу перекинет на страницу по созданию репозитория. Настройки просты. Достаточно внести имя репозитория, то есть имя будущего домена. В нашем случае мы заводим имя, прописываем точка github, точка io. Устанавливаем галочку около «Initialize this repository with a redmi» и жмем «Create repository». Description заполнять не нужно. Все, репозиторий создан. Этап 3. Наполняем сайт. Создания одного лишь репозитория недостаточно. Важно наполнить его файлами, иначе при переходе по ссылке вида «Username.github.eu» мы увидим следующее. Это именно то, что сгенерировалось в файле «Redmi» и теперь отображается на сайте. Что нужно сделать, чтобы сайт выглядел так, как мы хотим? Во-первых, на нашем компьютере должны быть подготовлены файлы для загрузки. Иначе говоря, уже готовый сверстанный сайт. Если сайт готов, то необходимо на сайте репозитория нажать кнопку «Upload Files». Далее вы попадете на страницу, куда достаточно перенести файлы для загрузки. Сюда можно скидывать весь свой проект вместе с файлами и папками. Но мне отдельно бы хотелось проговорить момент создания папок вручную. Допустим, мы переносим только один лишь файл, и когда мы спускаемся вниз, то мы видим такой блок как «CometChange». Писать что-либо здесь не нужно. GitHub понимает, что вы пытаетесь сделать и уже делает это за вас. Поэтому просто жмем «CometChange». Итак, мы видим, что мы загрузили файлы. Теперь необходимо создать папки. Повторюсь, вы можете сразу залить весь проект, но мне хотелось бы отдельно уделить внимание на создание папок. Итак, как это делается на GitHub? Я сейчас тестово создам папку CSS. Для этого необходимо нажать на кнопку «Create New File» и мы попадем на страницу создания файла. Чтобы сделать папку для нового файла, мы должны написать в верхнем поле следующее «CSS Slash». Помните, слэш обязателен. После «CSS Slash» можно написать слово «Empty». Выглядеть это будет примерно так. Все, больше ничего писать не нужно. Просто жмем зеленую кнопку внизу. После этого мы сразу же попадем в папку «CSS», куда необходимо загрузить все файлы «CSS». Как это сделать мы уже знаем. Файл «Empty» можно удалить. Аналогичную операцию вы можете повторить с любыми другими папками, которые у вас есть в проекте. Например, font.img.js. Когда все необходимые файлы будут лежать на хостинге GitHub, процесс можно считать завершенным. Этап 4. Любуемся сайтом. Это самая ожидаемая часть. Посмотреть на результат вы можете по ссылке. Но помните, что иногда для GitHub требуется время, чтобы отобразить ваш сайт. Пишите в комментарии, какие темы еще вам интересны, чтобы контент на этом канале был максимально полезен для вас. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!